20. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Сину в первый месяц. И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества. 21. И собрались они против Моисея и Аарона. И возраптал народ на Моисея, и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам, и скоту нашему? 22. И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». 23. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с киньи собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господне. 24. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». 25. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. 26. И собрали Моисея и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» 27. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. 28. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. 29. Это вода Мерива, у которой вошли в расплю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». 30. И послал Моисея из Кадеза послов к царю Эдомскому сказать, «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. 31. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. 32. И воззвали мы Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадезе, в городе у самого предела твоего. 33. Позволь нам пройти землею твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царскую. 34. Не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. 35. Моидом сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. 36. И сказали ему сыны Израилю, мы пойдем большой дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит. 37. Но он сказал, не проходи через меня, и выступил против него Идом с многочисленным народом и сильной рукой. 38. Итак, не согласился Идом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. 39. И отправились сыны Израилевой из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. 40. И сказал Господь Моисей Аарону на горе Ор, у пределов земли Идомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилам, за то, что вы непокорны были по велению моему вод Миривы. 41. И возьми Аарона, брата твоего, Илеазара, сына его, и возведи их на гору Ор пред всем обществом. 42. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Илеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. 43. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. 44. И снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Илеазара, сына его. 45. И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Илеазар сошли с горы. 46. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивало Аарона весь дом Израилев тридцать дней. 47. Числа, глава двадцать первая. 48. Хананский царь Аарада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою Атафарима, вступил в сражение с израильтянами, нескольких из них взял в плен, и дал Израиле обет Господу, и сказал, «Если предашь народ сей в руки Мои, то положу заклятие на них и на города их». 49. Господь услышал голос Израиля. 50. И предал Хананея в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек им и месту тому Хорма. 51. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать земли и дома. 52. И стал малодушествовать народ на пути. 53. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душа наша противила эта негодная пища». 54. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. 55. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». 56. И помолился Моисею Господу о народе. 57. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужали змей какого-либо человека, ужаленный взглянув на него, останется жив». 57. И сделал Моисею медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея и оставался жив. 58. И отправились с сыны Израилевы и остановились в Анофе. 59. И отправились из Авофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Маава, к восходу солнца. 59. Оттуда отправились и остановились на долине Зарет. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона, в пустыне, которая течет вне предела Амарея. Ибо Арнон — граница Маава между Маавом и Амареем. 60. Потому и сказано в книге «Брани Господних» в Агеб-Суфи и потоке Арнона и верховья потоков, которая склоняется к Шебед-Ару и прилегает к пределам Маава. 61. Отсюда отправились Бер. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дам им воды. 62. Тогда воспел Израиль песнь сию. «Наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателям, жезлами своими. Из пустыни отправились в Матанну. Из Матанны в Нагалиил. Из Нагалиила в Вамов. Из Вамов в Гай, который в земле Маава на вершине горы Фазги, обращенной лицом к пустыне. 63. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, с предложением мирным, чтобы сказать «Позволь мне пройти землей твоей, мы пойдем дорогой, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодец твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». 64. Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню. И дошел до Иатсы и сразился с Израилем. 65. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение земли его от Арнона до Яавока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян. 66. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах Амарейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. 66. Ибо Исивон был город Сигона, царя Аммарейского, и он воевал с прежним царем Моавицким и взял из руки его всю землю его до Арнона. 67. Потому приточники говорят, идите в Исивон, да устроят и утвердят город Сигона. 68. Ибо огонь вышел из Исивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Моав и владеющих высотами Арнона. 69. Горе тебе, Моав, погиб ты! Народ Хамаса. Разбежались сыновья его, и дочери его сделали пленницами Аммарейского царя Сигона. 69. Мы поразили их стрелами, погиб Исивон до Дивона. Мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. 70. И жил Израиль в земле Арейской. И послал Моисея высмотреть Язер. И взяли его из селения, зависящие от него, и прогнали Аммареев, которые в них были. 71. И поворотили и пошли к Васану. И выступил против них Ох, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение к Ядрею. 72. И сказал Господь Моисею, не бойся его, ибо я предам его, и весь народ его, и всю землю его в руки твои. 73. И поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Аммарейским, который жил в Ясивоне. 74. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и овладели землей его числа. 75. Глава 22. И отправились сыны Израилевы. И остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. 76. И видел Валак, сын Сеффоров, все, что сделал Израиль Аммареем. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. 77. И сказали моавитяне старейшинам Мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. 78. Валак же, сын Сеффоров, был царем моавитян в то время, и послан он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, 79. Вот, народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. 80. Итак, приди, прокляни мне народа сей, ибо он сильнее меня. 81. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. 82. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. 83. И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. 84. И сказал он им, переночуйтесь здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. 85. И остались старейшины Моавитские у Валаама. 86. И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя? 86. Валаам сказал Богу, Валак, сын севпоров, царь Моавитский прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет подле меня. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его из земли. 87. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. 87. И встал Валаам поутру и сказал князьям Валааковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. 88. И встали князья Моавитские и пришли к Валаху, и сказали ему, не согласился Валаам идти с нами. 89. Валах пасал еще князей более и знаменитей тех, и пришли они к Валааму, и сказали ему, так говорит Валах, сын севпоров, не откажись прийти ко мне. 89. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. 90. Приди же, прокляни мне народа сей. 90. И отвечал Валаам и сказал рабам Валаху, хотя бы Валах давал мне полный свой дом серебра и золота. 91. Не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. 91. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. 92. И пришел Бог к Валааму ночью, и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. 93. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел к снязя Моавитскими. 94. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. 95. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. 96. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. 96. И валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. 97. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена, и с другой стороны стена. 97. Аслица, увидев ангела Господня, прижалась к стене, и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. 98. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. 98. Аслица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. 99. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. 99. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. 99. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, что я теперь же убил бы тебя. 99. А ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня, имела ли я привычку так поступать с тобою? 99. Он сказал нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. 99. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. 100. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы и она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. 100. И сказал Валааму ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. 101. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. 101. И сказал ангел Господень Валааму, пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе. 101. И пошел Валаам с князьями Валаковыми. 101. Валах, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавицкий, который на границе при Арнуне, что у самого предела. 101. И сказал Валах Валааму, не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя? 101. И сказал Валаам Валаху, вот, я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. 102. И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кориаф хуцов, и заколол Валах в валов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. 103. На другой день утром Валах взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. 103. И сказал Валаам Валаку, построи мне здесь. 104. И здесь семь жертвенников, и приготови мне семь тельцов и семь овнов. 104. Валах сделал так, как говорил Валаам. 105. И вознесли Валах и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. 105. И сказал Валаам Валаку, постой у всесожжения твоего, а я пойду, может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что он откроет мне, я объявлю тебе. 105. И остался Валах у всесожжения своего, а Валаам пошел на возвышенное место вопросить Бога. 10. И встретился Бог с Валаамом. 10. И сказал ему Валаам, семь жертвенников устроил я, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. 10. И вложил Господь слово в уста Валаамов и сказал, возвратись к Валаху и так говори. 11. И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья Моавитские. 11. И был на нем дух Божий. 12. И произнес притчу свою и сказал, из Месопотамии привел меня Валах, сарь Моава, от гор восточных, приди, проклини мне Якова, приди из реки зло на Израиля. 12. Как проклину я? Бог не проклинает его. Как из реку зло? Господь не изрекает на него зла. 13. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. 14. Кто исчислит песок Иакова из число четвертой части Израиля? 15. Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. 15. И сказал Валах Валааму, что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь. 16. И отвечал он и сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? 17. И сказал ему Валах, пойди со мной в другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и проклини мне его оттуда. 18. И взял его на место стражи, на вершину горы Фазги, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. 19. И сказал Валаам Валаку, постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу. 20. И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал, возвратись к Валаку, и так говори. 21. И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним все князья Моавицкие. 22. И сказал ему Валах, что говорил Господь? 23. Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валах, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. 24. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. 25. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. 26. Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. 27. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. 28. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. 29. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него. 29. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. 30. В свое время скажет об Иакове и об Израиле, вот что творит Бог. 31. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается. 31. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется кровью убитых. 32. И сказал Валах Валааму, ни клясть, ни кляни его, ни благословлять, ни благословляй его. 33. И отвечал Валааму, и сказал Валаху, не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь? 34. И сказал Валах Валааму, пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его. 35. И взял Валах Валаама наверх фигура, обращенного к пустыне. 36. И сказал Валаам Валаху, построи мне здесь семь жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов и семь овнов. 37. И сделал Валах, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. 37. Число 24 глава. 38. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. 39. И взглянул Валааму, увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем дух Божий. 40. И произнес он притчество и сказал, говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком. 41. Говорит, слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. 41. Как прекрасный шатырь твоей Иаков, жилище твое Израиль! 42. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойное дерево, насажденное Господом, как кедры при водах. 43. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. 44. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него пожирает народы враждебно ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. 45. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? 46. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. 47. И воспламенился гнев Валахана Валаама, и сплеснул он руками своими и сказал Валах Валааму, «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». 47. И сказал Валаам Валаху, «Не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валах полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. 48. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сесть народом твоим впоследствии времени». 49. И произнес притчу свою и сказал, «Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божие, имеющие видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает на открытые очи его. 50. Вижу его, но ныне еще нет. 51. Зрю его, но не близко. 51. Восходит звезда Атеакова и восстает Жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. 52. Едом будет под владением, Сиир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. 53. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. 54. И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, «Первый из народов Амалик, но конец его гибель». 55. И видел он Кинеев и произнес притчу свою и сказал, «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур ведет тебя в плен». 55. И увидел Ога и произнес притчу свою и сказал, «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог? Придут корабли от Китима, и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». 56. И стал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валах также пошел своей дорогою. 56. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать за чарями Моава. 57. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвуя их, и кланялся богам их. 58. И прилепился Израиль к Валфи-гору, и воспламенился гнев Господень на Израиле. 59. И сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня». 60. И сказал Моисей судям Израилевым, «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфи-гору». 61. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим, мадянитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали ухода с киньей собрания. 61. Финьес, сын Илеазара, сына Ааронова священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руки свое копье. 62. И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. 63. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. 63. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финьес, сын Илеазара, сына Ааронова священника, отбратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. 64. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем, заветом священства вечного, 65. За то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. 66. Имя убитого израильтянина, который убит с мадинитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. 67. А имя убитой мадинитянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. 67. И сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадинитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, 68. Прелестив вас фигурам и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за фигура. 68. Числа, глава 26. 68. После сего поражения сказал Господь Моисея Илеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». 69. И сказал им Моисея Илеазар, священник, на равнинах Моавицких у Иордана, против Иерихона, говоря, «Исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. 69. Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха поколение Ханохова, от Фаллу поколение Фалуева, от Хесрона поколение Хесронова, от Харми поколение Хармиева. Вот поколение Рувимова и исчислено их 43 730. «И сыны Фалуя, Элиав, сыны Элиава, Немуил, Дафан и Аверон» — это те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея. «Когда сие произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои и поглотила их и Корея, вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожирал двести пятьдесят человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли, сыны Симеона по поколениям их, от Немуила — поколение Немуилова, от Ямина — поколение Яминова, от Яхина — поколение Яхинова, от Зара — поколение Зарина, от Саула — поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы, при исчислении их двадцать две тысячи двести. Сыны Гада по поколениям их, от Сефона — поколение Сефонова, от Хагия — поколение Хагиевы, от Шуния — поколение Шуниевы, От Озния – поколение Озниева, от Ерея – поколение Ереева, от Орода – поколение Ородова, от Арелея – поколение Арелеева. Вот поколение сынов Гадовых, по исчислению их, сорок тысяч пятьсот. Сыны Иуды Ир и Анан – Шела, Форест и Зара, но Ир и Анан умерли в земле Хананской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шела – поколение Шелина, от Фореса – поколение Форесова, от Зара – поколение Зарина. И были сыны Форесова от Ясрома – поколение Ясромова, от Хамула – поколение Хамулова. Вот поколение Иудина по исчислению их, семьдесят шесть тысяч пятьсот. Сыны Иссахарова по поколениям их, от Фула – поколение Фолина, от Фуа – поколение Фувина. От Иашува поколение Иашува, от Шимрова на поколение Шимронова. Вот поколение Сахарова по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа поколение Середова, от Елона поколение Елонова, от Яхлеила поколение Яхлеилова. Вот поколение Завулонова по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Монассия и Ефрем. Сыны Монассии от Махира, поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Иезера поколение Езерова, от Хилека поколение Хилекова, От Асриила – поколение Асриилова, от Шехема – поколение Шехемова. От Шемиды – поколение Шемидина, от Хефера – поколение Хеферова. У Салпада сына Хеферова не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей из Салпадовых – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Ферца. Вот поколение Монассиены, а исчисленное их – 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их, от Шутелы – поколение Шутильева, от Бехера – поколение Бехерова, от Тахана – поколение Таханова. И вот сыны Шутелы – от Арана – поколение Аранова, вот поколение сынов Ефремовых – по исчислению их – 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их, сыны Вениамина по поколениям их, от Белы – поколение Белина, от Ашбела – поколение Ашбелова, от Ахирама – поколение Ахирамова, от Шефуфама – поколение Шефуфамова, от Хуфама – поколение Хуфамова. И были сыны Белы, Ард и Наоман, от Арда поколения Ардова, от Наомана поколения Наоманова. Вот сыны Вениаминовы по поколениям их, исчисленные их 45600. Вот сыны Дановы по поколениям их. От Шухама поколения Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их. И всех поколений Шухама по исчислению их 64400. Сыны Асирова по поколениям их. От Имны поколения Имнина, от Ишвы поколения Ишвина, от Верии поколения Вериина. А от сынов Верии от Хевера поколения Хеверова, от Малхиила поколения Малхиилова. Имя дочери Асирова и Сара. Вот поколение сынов Асировых, по исчислению их 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их. От Иахцеила поколения Иахцеилова. От Гуния поколения Гуниевая. От Ецера поколения Ецерова. От Шелема поколения Шелемова. Вот поколение Нефалима по поколениям их. Исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря, Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более. А кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю. По именам колен отцов. Их должны они получить уделы. По жребию должны разделить им уделы их. Как многочисленным, так и малочисленным. Сии суд вошедшего исчисления левиты по поколениям их. От Герсона поколения Герсонова. От Каафа поколения Каафова. От Мирари поколения Мирарина. Вот поколение Левиены. Поколение Левиева. Поколение Хевронова. Поколение Махлиева. Поколение Мушиева. Поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамова и Ахаведа. Дочь Левиина. Которую родила жена Левиина в Египте. А она Амраму родила Аарона Моисея и Мариам сестру их. И родились у Аарона Надава Авиуд, Елеазар и Ифамар. Но Надава Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь перед Господом в пустыне Синайской. И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского пола от одного месяца и выше. Ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми. Потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчислены Моисеем и Илеазаром священникам, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священникам, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифониена, Иисуса, сына Новина. Числа. Глава двадцать седьмая. И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Монассиена, из поколения Монассии, сына Иосифова. И вот имена дочерей его, Махла, Ноя, Хогла, Милка и Фирца. И пристали пред Моисея, пред Елизара священника, и перед князей, и перед все общество ухода с киней собрания. И сказали, отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И приставил Моисей, делая их Господу. И сказал Господь Моисею, правду говорят дочери Салпаадовы. Дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилем объяви и скажи, если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, взойди на сию гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нево, и посмотри на землю Хананскую, которую я даю сынам Израилю во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой на горе Ор. «Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость Мою при водах. Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син». И сказал Моисей Господу, говоря, «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом Сим Человеком, который выходил бы перед ними и который входил бы перед ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Леозаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». И будет он обращаться к Леозару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима перед Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он, и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сказал Моисей, «Как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса и поставил его пред Леозаром, священником, и перед всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Субтитры подогнал «Симон»